доклад который сейчас будет представлен вашему вниманию был сделан меньше чем за сутки до того как американцы нанесли удар в сирии ракетной как бы доклад свидетельствует о том что предлагаемая методика в таком случае очень важна именно тодика методология самих рассуждений способ построение картины ну позволяет нечто угадать и сделать определенный прогноз но поскольку событие то очень мрачное с моей точки зрения то я хотел бы сделать короткое введение перед тем как предложить вашему вниманию сам доклад все кто пытаются сказать что это подумаешь да так себе там какой-то ковбой выстрелю в потолок это все хорошо на телевизионных шоу а на деле произошло нечто крайне мрачное и главное даже не в том что сама эта мрачность ведь тянет на начало горячей войны главное что на этом все не остановится по нашим сведениям которые возможно не являются достаточно точным но которые не хотелось бы обнародовать не только некие сегменты 45 бригады национальной гвардии сша который все время тренирует на его рифском полигоне бандеровцев но и сама эта 45 бригада скоро может появиться на украине и речь идет тоже о неделях иначе говоря это серия шагов на последовательное так сказать опускание россии шагов требующих от россии либо включение в большую конфронтацию либо капитуляции и вот тут весь вопрос что не включение в прямую большую конфронтацию не капитуляция ничего не дают ну капитуляция и омерзительно и контрпродуктивно потому что следом за ней после будет созданы ну как скажем условия жизни при которых русский народ выжить не сможет но и горячая большая ядерная война никак не входит наши планы и вообще обсуждение о том что она является наилучшим способом решения проблем является по определению аморали почему возникает такая альтернатива и что это за альтернатива знаете когда-то я пытался понять каковы отношения между двумя крупными столичными оргпреступными группировками и спрашивал у своего знакомого но они что с ними какой уровень напряженности в отношении гать серия же ними не бывает уровня напряженность они либо стреляют либо целуются если они сейчас не стреляют значит целуются у них два состояния вот это свойство криминального мира да когда вот все то что составляет собой нормальное отношение между чуждыми друг другу государствами или двумя субъектами да диалог напряженность растущая напряженность сдерживание вот это все не применяется есть два состояния в одном обнимаемся целуемся в другом как бы стреляем вот это и есть свойство криминального мира который не понимает вот всего того что выработала человеческая культура и цивилизация вот этих промежуточных форм существовало именно промежуточные формы существования дают какую-то надежду на спасение мира от ядерной войны надежда не так велика но она есть и это означает что надо всему нашему правящему классу огромная часть которого является запада зависимым так как бывают наркозависимого зависимо от алкоголя курение и так далее да вот ему надо отказаться от этой запада зависимости то есть от постоянного ощущения что вот а может быть сейчас удастся обняться и начать целоваться в засос никогда уже не придется этого делать все кончено были надежды на трампа интересно что сейчас скажет вадим вольфович жилиновский вот очень интересно как бы прокомментировал сложившую ситуацию да были надежды на трампа не только его всех наших таких западников да которые хотели бегать там с флагами сша кричать ура ура пришел наш трамп трамп наш и так далее тому подобное предупреждали их на трампа на действия сам не плашая не хотели слышать потому что когда человек западозависим он не логикой как наркоман или алкоголик руководствуется руководствуется потребностью зависимостью своей он во всем начинает видеть то что ему надо как бы прислали какие-то кислые соболезнования по поводу теракта что сказали о наконец новый шанс сейчас снова нас поймут сушь сколько было терактов борзели что ли после каждого из них прислали соболезнования потом все это дальше напрягалась и напрягалась нет нет вот это исторический поворотный момент мяу-мяу но вот сейчас так сказать и вот когда такая западозависимая элита начинает разруливать любую ситуацию то сначала она испытывает некие надежды а потом она испытывает разочарование и эти разочарования в конце концов приводят того что если не целоваться в засос то бритвы по глазам но это не есть два возможных существования двух субъектов россии и запада знавала историей другие типы существования они назывались холодная война что такое холодная война это когда набирается определенная дистанция в отношениях и задаются мы одни вы другие да это два разных мира они живут по разным законам и даже если это не капитализм и коммунизм то все равно разница огромна западная цивилизация построена сначала на католицизме в котором было чистилище это уже очень сильно сдвинуло представление так сказать боги и человеке да потом там был уже протестантизм который просто заявил что мир вот этот мир в котором мы живем богоставлен поэтому в нем можно иначе разбираться да как повар с картошкой совсем мы никогда с этим не соглашались никогда не было вот этого ядреного специального индивидуализма такого супер напряженного который есть на западе который создает и какие-нибудь интересные рисунки человеческих отношениях и некие ужасы и то и другое описано в мировой литературе никогда не было такой веры которая была на западе в творческую силу зла которая между прочим и фаусте гетте существует и вообще во всей так сказать на такой протестантской правовой сфере что человек зол это сказать обременен первородным грехом он может мотивироваться своих поступках только злом найти много зол надо так соединить чтобы из них развития в основном техническое возникало ведь сумели соединить и создали техническое развитие угробив человека по существу ну потом я не могу сказать что в протестантизме нет какой-то своей правды о человеке твоей силой как и в христианском персонализме но мы-то другие если эти это все концептуально метафизически и так далее развести по разные стороны и сказать вот мы разные да и мы убеждаем мир в нашей правоте сегодня а вы убеждаете мир в своей правоте так можно существовать очень долго как только эта холодная война оформится в россии в систему то есть возникнет концепции холодной войны политика холодной войны информация культура медицина и все остальное вот это альтернативной она же холодной войны сразу же не будет никакого соблазна у запада нас атаковать потому что сумасшедших нет или скорее всего есть диспенсиалисты и прочие которые хотят конца света я все-таки надеюсь что они не они сейчас правит бал на западе хотя кто знает вот это холодная война набор дистанции существования в интервале между поцелуйчиками и это сказать понашовщиной вот она является сейчас главной надеждой человечества не говоря о том что запад в том виде в котором он существует он недолго может так просуществовать 6 8 лет не больше многие говорили там о крахе доллара или о чем-нибудь еще никакого краха доллара не может быть вот крах запада может быть он сам себя может довести в этом состоянии до ручки подниматься какие-то силы здоровые все прочее поэтому если россия выиграет 6 7 8 лет она выиграет судьбу человечества и свою собственную но для этого надо оформить холодную войну и нельзя оформить с людьми которые западозависимы наибольший сейчас интерес в оформлении этого и интерес и метафизическая ответственность вся сконцентрирован на путине метафизическая ответственность потому что такое оформление это с холодной войны есть его вклад спасение человечества и россии а политический интерес потому что это западозависимая элита окрысилась на него лично на него препятствием является не асад не там не знаю там захарщенко путин и пока они его не сковырнут они не успокоятся значит он как бы должен был бы оформлять эту холодную войну я знаю какие мрачные существуют там как бы ассоциации с 37 годами действительно 37 год во многом был ужасен это было ежовщина которая и принесла массу неоправданных жертву наибольшее количество как бы внутри даже сталинского периода ложится на ежовщину который же сам же сталина судил но была такая супруга у молотова полина жемчужная такой-то полина жемчужина которую то сказать сталин посадил и все прочее она потом встречалась со светланой сталина и вот мемуарах светлана сталина об этом сказано что она уже там отсидев типа отстрадав и все прочее и его я как бы на учете а ее не исключили из партии в отличие от могут его при хрущеве как бы она там говорит светлане сталина твой отец великий человек он успел брать пятую колонну перед войной никак нельзя призывать 37 году потому что это действительно было бесправие ужаса конвульсии но не может быть ситуации при которой перед войной холодной в особенности не убирается в сторону западозависимая элита почему и надо убирать так как это делаю ежов с такой грубостью кровавостью и все прочее тоже можно делать самыми мягкими методами мы живем в двадцать первом веке но нельзя с нею идти в холодную войну она не может это делать на каждую минуту будет кричать о том что она надеется на то что сейчас наступит разрядка так сказать перестройка перезагрузка и так далее и тому подобное вот вот уже кто-то сказал про на что-то хорошее все это надо забыть на 50 лет на 25 лет на очень долго это надо забыть и тогда возможно мир не упадет в ядерную катастрофу но вдумаемся как бы запад никогда не признавал так сказать существование прибалтики в пределах советского союза что она существовала в пределах советского союза и вполне была органической частью советского союза пока определенные силы не начали подымать всех антисоветчиков там как и в других республиках но не признают они 25 50 лет крым и что мы от этого умрем но вопрос глубже мы должны признать что мы разные миры мы альтернативный запад мы другие вот этот рим и византия настоящий рим католический и все прочее это разные миры и корни этого различия уходит глубочайшую древность и это надо суметь осознать сделать из этого практические выводы понять что мы иначе видим человека человеческое общество человеческих взаимоотношений соотношение любви и страха все политическое устройство и это надо довести до быта вот это омерзительно это сказать богатство которое тычет в нос бедным так сказать она это не русский способ жить там есть категория достаток да нет этой категории вот так сказать иступленного высокомерия связанного с неправильно нажитыми деньгами не может это существовать устойчиво и таких вопросов очень много поэтому самое главное стратегически заключается в том что мы потеряли чудовищное количество времени потому что не оформляли медленно эту холодную войну гораздо более гибкую эффективную мягкую на новой базе с новым кадровым составом и повторяю задача это лежит на нынешнем президенте и сущностно и с точки зрения его витальных политических интересов но это совершенно не значит что он ее обязательно выполнит в этом и есть все время наша оппозиционность по отношению к курсу потому что видя что и путин совершает определенные правильные шаги и что внутренне вроде он как настроен в эту сторону мы с изумлением обнаруживаем что проходят годы а главного нет нет этого оформления холодной войны спасительной для человечества потому что мы не хотим ни горячей не капитуляции а если вы которые хотят наши капитуляции и они все время так сказать вертятся в теле экране так сказать функционируют в пределах нашей псевдо элиты и так далее и тому подобное это стратегический вопрос времени почти не осталось если этот ракетный удар является просто такой как бы вещью в себе ударили и начинают вокруг этого крутить своей гешефты политические то слава богу мы сможем определенным образом с этим справиться а если это удар за ударом если это эскалация если следующий удар возникнет на украине если там соприкосновения войдут русские американцы тогда все тогда возникнет то чего мы не хотим и здесь возникает второй оперативно тактический момент проблематики чтобы не случилось нам не надо воевать напрямую нет этой необходимости поясняю мы не воевали напрямую во вьетнаме американцы входили в южный вьетнам мы не входили в северный вьетнам советской армии там не было то была вьетнамская армия который мы яростно помогали и даже все эти разговоры про корею что вот в корее то мы воевали напрямую неправда по этому поводу даже есть анекдоты как в эфир звучит русская речь давай петя давай твою мать покажем этим гадам как корейцы воюет летчик лиси цин и в испании мы не воевали напрямую да мы много где не воевали напрямую а самый яркий пример это когда китайцы начали войну с вьетнамом и уже казалось что ядерная война неизбежно вьетнам со сказали нам не надо мы сами разберемся они так долбанули по китайской армии что она откатилась и ядерной войны не было потому что вьетнам а не советский союз был на переднем крае это не значит прятать за чью-то спину это значит удерживать мир от ядерной войны есть сирия есть а лавитой как ядро сирийской анти идиотской это сказать системы они хотят воевать им надо дать для этого все возможности тут не может быть ничего такого что называется слишком дорого пусть они побеждают мы не можем лезть поперек батьки в это пекло батька здесь ассет и сирийцы сирийцы хотят как испанцы это сказать в гражданскую войну они хотят отстаивать себя от и гил и прочих сил которые запрещены в россии которые с них кожу будут сдирать с их жены с их детей резать их на куски и пытать вот они хотят воевать по-настоящему всем чем можем должны помочь очень важно сложившейся ситуации чтобы америка завязывала на южном направлении она должна туда влезать глубже и глубже есть одна небольшая но влиятельная для американцев держава который им может помочь осуществить этот далеко идущий номер слишком велик страх перед иранами так далее пусть лезут но и там мы должны помогать противоположной стороне и пусть в этом котле они так сказать кувыркаются 10 15 20 лет цены на нефть влетят они так сказать там увязнут они не смогут рядом с таким направлением держать второе нам надо искусно и победительно уклоняться от ядерной войны нам не нужна ядерная война но для того чтобы ее избежать есть оперативно-тактические моменты которым я сказал stay behind стой за спиной это первое и уклоняйся уходи в сторону пока сказать не поздно есть стратегический момент это холодная война сейчас достаточно десяти стратегических шагов путина чтобы катастроф на украине не состоялась но времени практически не осталось и наконец есть технический момент вот какое-то количество этих томогавков не долетело ну что такое томогавки хорошие системы они обычно попадают с точностью 20-30 метров они улетели там на десятки километров в сторону значит помогли улететь значит надо помочь еще глубже электронными и другими методами для этого не обязательно самим сбивать американские самолеты есть более тонкие методы так сказать ведения этого конфликта мы всегда готовы смягчить его военную компоненту мы постоянно будем стремиться к ее смягчение все американцы хотят все равно мы должны смягчать что вовсе не означает нашей капитуляции поэтому соединение наших технических возможностей вот этого нашего stay behind нашей гибкости с переключением так сказать ядра конфликта его основной точки на юг от себя в сторону и вот этой стратегии в состоянии помочь нам и миру не ввалиться в катастрофы ядерной войны вот это сейчас представляется наиболее важным практически шансы на такое развитие событий которые я сейчас здесь оговариваю упущены но они почти упущены и всегда есть надежда что в последний момент все-таки здравый смысл возобладает над этой западозависимостью и над то сказать чрезмерной горячностью который неизбежно приходит на место западозависимости в момент когда любви нет да тогда бритвой по глазам вот это вот альтернатива криминальная не должна возобладать мир в нее не выдержит фильме стэнли крамора на последнем берегу там все время уже после ядерной войны там все время весел по есть еще время брат но имелось ввиду что есть время покаяться там как бы очиститься и так далее сейчас есть время остановить грозящую катастрофу и если так съезд который мы собираем называется как бы эту прямая цитата из ленина грозящая катастрофа и как с ней бороться да то вот как бороться с вот той грозящей катастрофой которая нависла после ракетного удара я только что здесь эскизно но изложил когда вы начнете знакомиться с основным докладом вы увидите что внутри него есть вся та матрица который уже в самом докладе выводит на случившееся и в этом смысле значит что эта матрица правильная она дает возможность угадать тенденции мы хорошо видим тенденции но сейчас важно не видеть их а то важно так в них вмешаться чтобы они не кинули мир катастрофу давайте сейчас думать прежде всего об этом и этому главным образом мешает конечно вот это западозависимость которая доведена уже до экстаза и которая мутит мозг как бы тупит зрение и слух не дает возможности понять всю меру ответственности случившегося и мое вступление и этот доклад это вопрос о мере ответственности теперь переходим к самому доклад я как бы обычно последнее время но пытался посвящать клуб таким каким-то общим проблемам такого скорее философской даже политического характера потому что мне кажется что они в стратегической перспективе важнее всего сейчас я тоже сделаю небольшую такую преамбула но сразу после нее перейду к чему-то другому да потому что как бы приходится итак значит то что меня интересует ну как бы в режиме анданта то есть медленной проработки я пытаюсь это говорить по телевизору но там даже неизвестно что там оказывается включено в сознание а что не включено это значит все таки колоссально это спор о государстве что такое государство там аппарат насилия там правящего класса там над всем остальным народом марксизм там или там есть нечто высшая инстанция дарованная богом народу там гегель там но я очень упрощенно говорю вот но значит на самом деле вот все таки я хотел бы обратить внимание на определение которое как бы за эти много лет размышлений но не то чтобы выстрадал но как-то довольно долго это продумывал и значит государство это средство с помощью которого народ длит и развивает свое историческое предназначение государство это средство с помощью которого народ значит это средство находящийся в руках народа длит и развивает свое историческое предназначение вот давайте посмотрим на произошедшее если это действительно так значит прежде всего должно быть историческое предназначение и история как таковая сквозь 1991 года и в ходе даже событий у всех этих оргий самой этой перестройки народ фактически сбросил с себя историческое предназначение потому что для того чтобы было историческое предназначение оно должно длиться да оно должно быть как-то связано с исторической традицией вот империя хотела чего-то потом советский союз перехватив что-то тоже хотел чего-то и вот мы тоже хотим чего-то советский союз фигня империя еще большая фигня а мы мы ничего тогда существует единственная последняя возможность утопия мы прыгаем в будущее а у нас есть такая мечта перед которой все империи все что есть на свете все ерунда ну коммунизм да и мы там прыгаем вот мы прыгнули туда и за счет этого мы отбрасываем все прошлое ненадолго насколько времени отбросили большевики лет на 10-15 уже к середине 30-х Сталин пил за русский народ потом восстановились погоны потом ордена Суворова Кутузова и всего прочего и вся эта традиционная цепь срастилась как-то долго ее невозможно удержать но можно прыгнуть если есть утопия огромная мечта и народ который как-то к ней тянется в противном случае если вы уничтожаете прошлое с этим историческим призначением вы куда идете было сказано куда идем в нормальное европейское бытие да будем как Швейцария Дания ну что там до Америки не дотянем но глядишь там станем как Португалия вперед туда европейская мечта с этим началась перестройка и это если не было поддержано народом я не имею права сказать что это было поддержано был референдум на котором сказали за Советский Союз и так далее вопрос вообще так не ставился то этому не был дан настоящий отпор как как бы ликвидацию взаимований трудящихся как распаду государства так и вот этому вот историческому предназначению вот это хуле на это историческое предназначение которое носило уже характер неистовство какого-то да и она же продолжается все годы вот всему этому не был дан отпор да соответственно народ по крайней мере на определенный момент если говорить о так сказать перестройщенном пост перестройщенном времени он отпал от собственного исторического предназначения и встал серьезный вопрос а зачем ему нужно государство зачем тебе государство если ты отпал от исторического предназначения у тебя было средство и с помощью этого средства ты некую миссию исполнял а если миссию не исполняешь тебе зачем государство тогда существует классическая фраза о том что а государство нам нужно для того чтобы так сказать выживать мы без государства выживать не можем а для чего тебе выживать человек как было сказано так сказать есть чтобы жить а другой философ добавил а живет чтобы есть так что она ест чтобы жить или живет чтобы есть он выживает чтобы развиваться исполнять предназначение или она выживает чтобы выживать. Совершенно ясно, что ни один великий народ, и, так сказать, русский в том числе, не может жить в ситуации, когда у него абсолютным средством, так сказать, выживания является государство. Это невозможно. Конечно, надо выживать. Кто спорит, естественно, и есть надо, и мало ли что надо. Но для чего? Как говорил великий инвизитор, ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы жить, а в том, для чего жить? Значит, соответственно, живут для этого исторического предназначения. Его выполняют в мире. Его выполняли предки, его выполняют потомки. Связь между предками и потомками этим историческим предназначением, оно же миссия, так сказать, осуществляется. И никогда США не откажутся от исторического предназначения. Не всегда будут говорить, что они страна уникальная, так сказать, особое, потому что у них вот есть миссия, совесть нации. Они продвигают вперед нечто абсолютное. Являются локомотивом истории, черт его знает чем. В общем, они чем-то таким являются. Понятно, да? Поэтому они живут. Все, что от этого отказывается, начинает прозябать, потом начинает разваливаться. Это закон жизни. Особенно это касается стран, которые очень сильно собирались за счет острого ощущения этого исторического предназначения, жили им так сказать воевали, так сказать, вокруг него, так сказать, клали немереное количество жертв на алтарь этого выживания. Значит, если они связаны с этими жертвами, то отказ от исторического предназначения является еще отказом от жертв, то есть разрывом связи между живыми и мертвыми. Поскольку я здесь как бы момент довольно острый в нашей жизни, сейчас я скажу почему, и в этот момент как-то говоришь чуть-чуть о себе не потому, что так себе нравишься, а потому что как-то трудно здесь субъект уничтожить и оставить только, так сказать, алгоритмы, да, которые этот субъект применяют. Поскольку я в это верил и верю, и считаю это, ну, как бы, такой, одной из абсолютных, так сказать, для себя истин, правд и смыслов, то, естественно, я соответствующим образом и переживал, так сказать, все, что происходило с вот этим отпадом, да, от исторического предназначения, этой хулой, да, потому что хула на историю, для меня то же самое, что, так сказать, для верующего человека хула на духа святого, да, потому что дух истории, так сказать, то, что для людей, так сказать, верующих в историю, так сказать, вот в это движение по восходящей, как бы, есть этот дух истории, то для, так сказать, людей религиозных есть дух святой, просто они говорят, что дух святой движет историю, да, понятно, поэтому тут никакого расхождения там глубокого нет, вопрос в том, что сказать. Значит, в любом случае это была хула, и эта хула не осуществлялась только какой-нибудь там партийной интеллигенцией или партийно-диссидентской интеллигенцией или кем-нибудь еще, да, она носила какой-то такой концентрированно-смрадный характер и настолько, в принципе, не отторгалась, ну, ну, скажем так, широкой интеллигенцией, интеллигенцией, близкой к народу, да, в сущности, и самими народными массами, что вот это все метафизическое падение, о котором я говорил в первом же, так сказать, из выпусков Сути Времени, становилось очевидным, да, люди отпадают от собственного предназначения, они, так сказать, хуой, в конечном итоге, так сказать, оскверняют павших, оскверняют всю прожитую Россию и жизнь, оскверняют единственную историческую лестницу, страшная катастрофа, это гораздо хуже, чем геополитическая катастрофа, и это катастрофа метафизическая, и дальше встает вопрос, а зачем государство, ну, там, для выживания, а если им в маленьких государствах легче процветать, или что-нибудь еще, ответа-то уже на вопрос нет, как только ты теряешь цель. И вы должны понять, что эта эпоха конца 80-х годов, когда многие здесь сидящих в этом зале, может, еще только родились или еще не родились, она была связана с тем, что, отстаивая ровно то, что я вам сейчас говорю, а я отстаиваю ровно это, да, так сказать, я подвергался, так сказать, не проклятиям, там, отдельно взятых представителей либеральной интеллигенции, а такой абсолютно массированно тотальному, так сказать, проклятию мыслящих людей, способных писать в средствах массовой информации, да, это было все тотально, и даже сама эта тотальность вызывала у меня тогда вопросы. Ну, вот, один из таких, из мелких зарисовок, это что-то там лепечет Розовский, по моему поводу, но вы знаете, там, они чего-то там, они уже настолько оборзели, вот, в сумасшествии, что они почему-то там говорят, что его там в интернете он не звучит, ну, взяли интернет, набрали, там, это дело, посмотрели, последнюю передачу, посмотрели, звучит или не звучит, там, 10 человек, там, уже там, 20 тысяч за день или за два там, понятно, да, не хочу сказать, что это какие-то гиперрезультаты, очень имею свое определенное мнение по поводу так называемых гиперрезультатов, например, по поводу того, посмотрели ли реально фильм Димон 15 миллионов людей, да, имею свое твердое мнение по поводу этого, без комментариев, считаю, что нет и хватит, да, значит, но, что это технический прием, но, как бы, вот, поскольку технические приемы использовать омерзительно, да, как бы, и невероятно дорого все равно для скромных людей, то, как бы, вот эти 20 тысяч есть, они есть 20 тысяч, но что ты делаешь, дурак, ты что-то пишешь, в этот момент люди набирают, ну, там, строку там и смотрят сколько и пожимают плечами, говорят, а что, офигел, что ли, да, с Розорским дело еще интереснее, и я скажу только о том, здесь, что имеет исторический смысл, ни о каких частностях таких, которые этого смысла не имеют, я говорить не буду, я выступал в прошлый раз с очень интересным докладом для себя, аналитическим, потому что действительно был брошен вызов уже с подлогами, фейками и всем прочим, было ясно, что он будет развиваться, я сказал, что следующая серия будет, если именно этот субъект продолжит данную линию, субъект линию прекратил, но пока что, а я столько интересного нашел за это время, такие интересные материалы, что все, из души моей рвется эта песня «Сольвик», но аналитическая, но я ее остановлю, поскольку есть джентльменское соглашение, вы молчите, мы молчим, да, она может быть нарушена, в этот момент вам хочется песен, их есть у меня, вот, так интересно все, вот, как бы и многое прояснилось из общей ситуации, значит, короче говоря, там это была такая дуэль, да, на птичьем языке, людей, занимающихся закрытыми аналитическими исследованиями, да, по своей профессии, а всякая болтовня, я на нее вообще не реагировал, про Разловского скажу несколько слов, потому что мне представляется это метафизически важно, я, когда осуществлял это всякое раннее, очень всеми забытое движение театров-студий, да, на коллективном подряде, потому что тогдашнему начальству очень нравились коллективные подряды, да, вот, это был 1987 год, я в это движение, я был автором документов и всего этого дела в целом, я, так сказать, как бы взял тех людей, которые наиболее годились к тому, чтобы это было коллективное новое начинание, не что я один прорываюсь куда-то, а что есть группа, да, нельзя сказать, что другие члены этой группы ничего не вкладывали в это общее начинание, все это было вместе, но было совершенно ясно, что, ну, я как бы сильно там являюсь неким локомотивом и самого проекта этого, и, так сказать, хождение по инстанциям, с тем, чтобы он чем-то кончился, и так далее. И уже в тот момент у меня был такой, как бы, философский клуб, на котором сидело много друзей, и у меня начинали уже друзья знакомить, как бы, с особым жанром, так сказать, рукописным, именуемым, там, донос, да, вот на вас, это, это. Первый раз я этим знакомился, меня представлял, это, секретарь парткома георазведочного института, когда, там, один из комсомольских деятелей этого института написал, что меня надо, там, исключить из комсомола и судить, да, Серега, посмотри, что эта тварь на тебя пишет, и я читал, да, это, потом я читал много, и в том числе, документы моих сотрудников, которые потом извинялись передо мной, моей женой, и так далее, вот, но еще раньше, чем я все это читал, я прочитал некий документ Розовского, да, ну, как бы, прочитав его, я еще молодой человек, мне тогда, мне не было еще сорока, сколько, да, сорока не было, восемь седьмой год, это сколько, да, сорока не было, как давно это было, я, как бы, еще не до конца сдерживая свои эмоции, но уже понимаю, что я должен быть корректен, я пришел в какое-то мероприятие Розовского, где Розовский начал меня обнимать, ну, я, как бы, сдержанно, но не подавая виду, этим всем, ну, так сказать, на это откликнулся, ну, как бы, друзья же, по общему делу, и так далее, и тому подобное, но Розовскому этого было мало, он вышел на сцену, а там собрались любители его театра и все прочее, и сказал, что поскольку Кургьян его особо близкий друг, то он сейчас поет ему песню, вот лично ему, вот она адресована ему, for you, для тебя, и, глядя на меня, он пел, а все хлопали, когда твой друг в крови, когда твой друг в крови, понятно, да, он ровно за, короткое время до этого, написал абсолютный донос, он в момент, когда я его написал, и я пришел, сказал, Серега, ты, но ему этого было мало, он сказал, все, слушайте, это мой лучший друг, и я сейчас ему спою мушкетерскую песню, вот вы смрад, вот это чувствуете, понимаете, когда мы имеем дело с патриотической частью сообщества, то она как говорит, да, мы там типа работаем с как бы замечательной госбезопасностью, или, не важно, ГРУ, или кем-то еще там, Латынина говорила про Проханова, что он соловей генштаба, но Латынина, как апропо, и ее семья гораздо ближе к этой роли, чем Проханова, ну, не важно, вот так, значит, в этом смысле многие знания умножают скорбь, но патриотическая часть, она как говорит, ну и правильно, и летаем этими самолетами, и в Афганистан, и в этом, мы вместе, потому что мы с державой, но для диссидентской этой части это все называется, все, стукачи, да, стукачи, омерзители, и когда вдруг выясняется, что это почти все сообщество, понимаете, с той стороны, то возникает вопрос, а что такое перестройка, что такое, это хуата на историческое предназначение, да, вот это что? Значит, хорошо, это Розовский, да, белкая фигура, но сколько людей выражают свою бесконечную благодарность Филиппу Денисовичу Бабкову, сколько их, Филип Денисович же не может не успокоиться, ему уже за 90, но ему же это так все нравится, да, Евтушенко, это был сложный объект, да, противоречивый, с определенной динамикой, да, Вознесенский был проще, а Алла Пугачева говорит это, я вам рассказывал, еще раз расскажу, гениальная история, что ее подруга приехала в каком-то платье, да, из западной Германии, и ей так захотелось это платье, что она не могла жить больше без этого платья, и поскольку она не могла без него жить, сами ноги принесли ее в КГБ, она прошла и сказала, что хочет к Бабкову, вот вы представляете эту картину, вот вы сейчас с улицы идете на Лубянку и говорите, хочу к Бортникову, там или я не знаю, не буду другие фамилии называть, да, ее сразу привели в кабинет, и она сказала, что хочет платье, платье, и Бабков послал специальный самолет, специальных самолетов не было в эту эпоху, да, чтобы купить ей это платье в западной Германии и привезти, да, а Табаков, который говорит этому человеку, я обязан всем на свете, а следующий за ним, следующий, и вдруг оказывается, что это такой большой круг сообщества, да, и весь этот круг занимался этой хулой, да, но он же не просто занимался этой хулой, да, он же, он же дышал этим смрадом, потому что он, проклиная стукачей, был стукачом, он же не воспринимал это как работу на родину, он воспринимал как омерзительную стукаческую деятельность, так он же нес это в себе, и это все из числа вот этих моральных гримас, которые всегда имеют, вы можете верить, не верить в это, но это так, метафизическую подоплеку, да, вот выступает, как бы, видный деятель КПРФ Обухов, который говорит, что лучшая организация на свете суть времени, с которой надо иметь дело, да, я не понимаю, это пишется на сайте КПРФ, это тот же самый сайт, где меня называли там плюющимся чудовищем, драконом режима, ну так сказать, матом буквально, и так далее, так между этими двумя состояниями должно быть какой-то, какой-то мост, правда, или я ничего не понимаю в жизни, или я уже стал настолько, так сказать, дряхал, что мои моральные нормы не имеют никакого отношения к существованию сегодняшнего мира, да, значит, если ты называл такими-то, такими-то словами в период А, то потом ты должен сказать, что либо там я изменился, а чем я изменился, я слов в слово говорю то, что говорил, значит, что ты изменился, да, и ты прозрел, и вся критика того периода была неправильной, а теперь нужно сказать, что это там замечательные люди и светочи и все остальное, и самая близкая к нам организация, да, тогда, если мост создан, понятно, я думал А, потом на меня сошло озарение, я понял, что я был неправ, я это пишу, и теперь я думаю Б, но если ты вообще ничего не пишешь, да, и между состоянием, когда ты это все люто проклинал, и состоянием, когда ты это почти прославляешь, вообще нет никакого моста, то как называется этот тип человеческого бытия, как называется этот тип мышления, ну, значит, вот я помню диссидентское стихотворение, горькое, которое я зачту, поскольку оно имеет отношение к этому, среди бела дня мне могилу выруют, а потом меня реабилитируют, пряжкой от ремня апперкотом валяющим будут бить меня по лицу товарищей, спряжут на костях, бабу изнасилуют, а потом простят, а потом помилуют, будет плакать следователь на моем плече, и последняя фраза, я забыл последовательность, что у нас, зачем, но это же и есть катастрофа сознания, я забыл последовательность, что у нас, зачем, значит, все это сообщество, или существенная его часть, находилась под соответствующим управлением, да, проклиная стукачей, они стучали, Синявский, сам об этом рассказал, Солженицын, все общеизвестные, известные там как бы кодовые имена, то, сё, пятое, десятое, надо сказать, что по прямой своей профессии, так сказать, он не выдал информацию, находясь в США, он отрабатывал всю остальную систему, но эту информацию он не выдавал, будучи абсолютно, так сказать, частью этой же системы, значит, это всё бесконечные орбиты этой системы, да, находясь в состоянии драм-кружка до 85-го года и ставив в основном нормальную советскую литературу, и потом стремительно выпрыгнув вот на этих отчётах там Карабахске и так далее, я, оказавшись в этих особых папках ЦК, а я отступал в партию не для того, чтобы с ней гибнуть, я отступал для того, чтобы спасать, прошу прощения, и тогда, когда они к ней уходили Гусев и прочие, да, я оказался вот за счёт этого рывка как бы не схваченным на этом перегоне, а особые папки ЦК это то, от чего наша госбезопасность отступала на три шага назад, да, если я иду встречаться с членом политбюро, да, а за мной идёт наружное наблюдение, то, когда я прихожу к этому члену политбюро, она обязана уничтожить протокол наблюдения чтобы протокол уничтожен, таковы были правила советской эпохи, да, и с этого и начались когти, вот он какой, он нехороший, да, не наш, но это-то всё наши, значит, это всё огромное сообщество людей, которое исторгало эту хулу не только само по себе, а с благословлением некого центра, они не жили сами по себе, Синявские, Солженицыны, Евтушенко и, так сказать, и все остальные, но они же все теперь это сами говорят, это же не ситуация, когда я открываю сейф и вытаскиваю оттуда какие-то файлы специального назначения, я сказал, что поскольку тогда уже перешли к подлогам и бандитским действиям, то я в своём праве открыть сейф, и таких сейфов меня несколько, но это-то вообще открытая информация философского характера, в каком мире мы живём, кто эти люди, как они связаны с этим центром, сколько там этой двусмысленности, выступает Райкин и говорит, мы должны быть все едины, сообщество деятелей культуры, оно как едины, выступает Розовский, да, мы должны быть едины, и можно я настучу? Он стучит, и я в журнале сказал, а, что вы делаете? Говорит, делаю, делаю, что надо, то и делаю. Вот мне казалось, грешен в одном, мне казалось, что в этих условиях, в условиях такого массового поругания, такого отпадения народа от исторического предназначения и такой чудовищной мутации элиты у России вообще нет никакого будущего. Что и вообще не будет. И в этом смысле моя борьба какого-нибудь 91-го, 2-го, 3-го годов, да, была борьбой, ну вот, без надежды на успех, да, но вот это не завещано предками, как шпага, я должен это делать, совершенно неважно с какими результатами и в каком пространстве. Вот делай, будь верен принципу. России нет, а принцип есть. Будь им уверен, да, Россия каким-то странным способом уцелела. Кто эти мальчишки, поехавшие воевать на Донбасс, которые говорят, мы били фашистов, деды били, мы бьем. Там откуда-то, вопреки любой логике, так сказать, это вот историческое предназначение так было разгромлено, его так, так сказать, уничтожили, что все, да, разорвали связь. Откуда она снова возникает? Откуда эти 95% в диалоге с господином Злобиным по поводу ценностей или там неважно что? 90-е с Жириновским. Откуда? Откуда все эти передачи исторический процесс там или там этот сам суд времени, да? Это что все такое? Ну хорошо, там ты говоришь с определенной убедительностью. Я с такой же убедительностью говорю в конце 80-х годов, поверьте. Я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Евгений Онегин, да? Так как бы ничего к себе, говорил я с той же страстностью, убедительностью вполне себе в 30 лет, да? Что случилось? Откуда это вынырнуло? Но вынырнув, оно какое-то государство построило. Это вынырнувшее вместе со всеми остальными силами. И теперь мне все тычут в нос, да? Там, Навальный и так далее, да? Что это государство отвратительно, да? А я совершенно аксиоматически знал, что оно будет отвратительно. Для меня удивительно не то, что оно отвратительно. Для меня удивительно не то, что оно есть. Они как бы с наивным видом, так сказать, отпетых мошенников делают вид, что, о боже, вот это государство, оно не так хорошо, как могло бы быть. А их противники, да, так сказать, говорят, нет, оно же так хорошо, как только возможно. Что за бред? Это государство абсолютно отвратительно, но его не должно было быть вообще. А оно есть. оно могло быть и не быть. И оказавшись в состоянии быть, оно может быть только отвратительным. Но то, что оно есть, есть позитивное чудо по отношению к небытию. Оно огрызается, и это постоянно повторявшись там одним из телеведущих моя фраза, что Россия это гнилое бревно, которым заперта дверь, в которой ломится псиада, это абсолютно точное определение. Я абсолютно не от радости смотрю на гнилость этого бревна и на червей, которые там ползают. Но она же не просто есть, она запирает эту дверь, реальна. Теперь почему оно такое и не могло не быть таким. Ельцин, выступая перед народом и уже этому народу все показав в 1991-1992 году, он сказал, что он строит капитализм за пять лет. Народ сказал, строй на референдуме. Строй! Мы уже копаемся в помойках, да, разрушаются одни структуры за другими, строй! Что такое 1993-й год? 300 тысяч подошедших к Дому Верховного Совета и все. Эта действительность бы кончилась, да? Была абсолютная законность, все флаги, так сказать, вице-президент, который реально стал по закону ее президента Рудской и не Рудской, чем он, что такого плохого в Рудском, да? Или там остальных, и вообще, что в имени тебе моем, какая была разница, речь идет о принципе, в конечном итоге о правовом принципе. Если пришло 50 тысяч, то это максимум, мне кажется, что их не было. Да? И на референдуме, на всем прочем, как бы то ни было, Ельцин не получил отлуп, а он уже все показал, в своем урло показал, показал, что он будет его истреблять дальше, и его поддержали. Так хотелось капитализма. И такая была степень отпадения от своего исторического предназначения. Такова была эта хула. И опять появились письма каких-то 44-х, черт знает что. Но это же опять был этот же центр. который когда ему надо одевает на себя такие неубедительные просоветские маски. Значит, хватило совокупных хиджаковых и прочих для того, чтобы в очередной раз не было так, что пришли на референдум и сказали не доверяем полностью, обнищали все прочее, 90% против тебя, все, жизнь была бы другая. И неправда, что в 93-м году референдумы выборы были фальсифицированы. Не были они фальсифицированы. Сил на это не было. Значит, это было все так, как оно есть. Теперь говорят, значит, Ельцин сказал, я за 5 лет построю капитализм. Да? Ему выдали мандат на такой строительство. И он его построил. Он его построил. А его за год построили. Гайдар и другие. Говорят все время, что Гайдар всего пропробовал 9 месяцев. Но это были 9 месяцев зачатия новой элиты. В предшествующей оргии разрушения Советского Союза. 9 месяцев без государственного по сути зачатия новой элиты. Вы зачали ребенка за 9 месяцев. Потом вы его родили. Ему год, два, три, четыре. И вы убедились, прости господи, ничего тут не хочу сказать, это чистая метафора, что он дебил. Он неполноценный. Выходят дебил. А это ваш ребенок. Вы с ним нянчились, вот Петя уже почти научился какать, а потом писать. Он сейчас говорит какие-то звуки, наверное, это будут слова. Он уже сказал слово. Потом он растет. У него появляется мускулатура. Но это все тот же ребенок. Это наш отечественный капитализм. Вот зачат в этом грехе, он не может быть другим по определению. И чем все остальные заняты? Они заняты тем, чтобы этот капитализм так или иначе приукрасить. Сказать, ну вот надень пиджачок. Вот Петя научился пиджак носить. Видите, у него уже брюки, она державник. Видите, крупными буквами. Петя, тебе нравится? Петя нравится, вы понимаете, ему уже нравится. А вот этих мы посадили. А вот этих мы не посадили. Какая разница? Вы создали то, что создали. Капитализм первоначального накопления. Капернаб. Все. Теперь есть ли разговора может быть два. Либо это вообще, так сказать, на каком-то этапе какое-то отрицание капитализма этого как такового. Да? Что мне трудно себе представить как реальную технологию, что возможно вместе с крахом государства непонятно, как в условиях этого краха государства что-нибудь сформируется и что собственно будет формировать что-то другое. Что Зюганов будет формировать не капитализм, а что он будет формировать. либо это переход от стадии первоначального накопления капитала к цивилизованным, просвещенным, нормальным капитализмам. То есть отрывание вот этого полипа от той ткани криминальной, в которой он укоренен. Но это жесточайшая операция, которую опять-таки кто-то должен осуществлять. Нет ни того, ни другого. Развивается этот капитализм. А он обладает теми свойствами, которыми он обладает. Вот заданными генетически в Советском Союзе не было легального первоначального накопления капитала, которое было во всем мире. Не было кузнечных цехов, столярных, каменщиков, цехов, торговцев, венецианских, других прочих. Все равно капитализм даже в странах такого типа безумно был замешан на грабеже колонии, на пиратстве, на, бог знает, на работорговле. Но все-таки там было какое-то другое содержание. Здесь ничего не было. Спецслужбистские сети и банды в перемешку. Все. значит, это состоялось. Но если так, то надо объяснить себе, как жить. Как жить в этом Капернаке? в нем как надо жить? Значит, в нем можно жить только проявляя очень высокую степень жизнеспособности и соединяя ее с внутренним бескорыстием и вот этим коллективизмом и всем остальным. Понимаете? С вот этим благородством, с нестяжательством, с какой-то вот этой внутренней удивительной незадетостью Капернакам со стороны определенной части молодежи, которая входит в суть времени, я столкнулся сразу, меня это ошеломило, я до сих пор считаю, что с этой точки зрения это лучше, чем то, что было в позднесоветское время. Это что-то совсем другое, вообще неизвестно, как возникло. Но ведь у этого нет той предельной жизнеспособности, да, которая нужна для того, чтобы побеждать. Да? именно потому, что это все оказалось вот в этом, так сказать, благородном отказе или полуотказе, оно и не слилось в этой социальной оргии с Капернаком. Понимаете? И главная черта всего этого дела проста, как мычание, да? Если у вас есть альтернатива, да, плавать в дерьме или вообще не плавать, то те, кто решаются плавать в дерьме, развивают свои мышцы, да, и при этом полностью оказываются в дерьме, да? А те, кто отказываются плавать, сидят на берегу, но они вообще не плавают, у них не развивается эта мускулатура. Не должно быть такой альтернативы, должна быть возможность плавать в более-менее чистой воде. А если единственный объект плавания дерьмо, в котором можно плавать, а все остальное это сиди на берегу, да? Тут нужны либо скафандры коллективизма и какой-то огромной силы там, понятно, да? Либо это неизбежно превращается во что-то подобное в разных модификациях. Сейчас вопрос стоит о том, возможно ли вот это обретение силы, да, вот этой сплоченности, организационной четкости, так сказать, культурного и гуманитарного потенциала в следующем, короткие сроки, то есть возможно ли на базе того, что произошло, создать большой фактор общественной жизни, да? И как этот фактор должен размещать себя в действительности, вот в этой действительности. Значит, вот власть, чтобы она собой не означила, вот сейчас это ее, это оранжевая позиция, да? Как только вы оказываетесь здесь, да, возникает несколько вещей. Первое, вы вот так, как я сейчас не скажете, да? Это как это мы отвратительны, и ты отвратителен, и что ты говоришь-то, что ты поешь, да? И, во-вторых, вы просто оказываетесь вот в этом вот конфликте, который я опишу отдельно. Значит, единственная ваша возможность эффективно действовать заключается в том, чтобы находиться вот в этой точке Х на некой дистанции Д. только находясь на этой дистанции, вы помимо всего прочего можете А. оставаться самим собой. А зачем нужно жить, если не оставаться самим собой, да? И Б. Эффективно осуществлять борьбу. Потому что вот если эта дистанция есть, вот тогда этот удар номер один возможен. но тогда вторым ударом должен быть удар почему-то, что вы можете называть там пятая колонна внутри власти, так сказать, или как-то еще прозападная бюрократия. Это удар номер два. Если вы наносите только этот удар, то это называется фиктивные структуры. где, когда и как строится эта дистанция. При том, что вы понимаете, что это все отвратительно, да? Но оно по природе такое. Оно имеет одно оправдание. То, что оно есть, а должно было быть ничто. Или американская оккупация. Другого оправдания у него нет. Искать в нем что-нибудь положительное бессмысленно. и второе его оправдание, что оказавшись этим государством, оно заперло дверь к американскому мировому порядку. Оно что-то ставит из себя, какую-то критику из себя извергает, иногда бредовую, иногда не очень, что-то огрызается, да? А мы есть, а фиг ли вы? Да? И этим самым оно заклинило. У них цейпнот. Еще 10 лет такая штука продержится при любых его качествах, и они рухнут. Они не могут позволить себе терпеть это надругательство над собой еще 10 лет. Не могут позволить его себе метафизически, потому что они не понимают, что это такое. Они не могут себе позволить это терпеть геополитически и финансово, потому что оно самим своим фактом их все время опускает. Она работает на их декапитализацию. Им нужна рекапитализация, она и что ты будешь делать? А что я буду делать? Я не знаю, что я буду делать. Ах, ты не знаешь? Ой, он не знает все. Капитализация вниз. А что такое капитализация вниз? В условиях растущего Китая и всего прочего. Это завтра, послезавтра и так далее. Ты начинаешь говорить, я перестал быть мировой господствующей державой, я передаю право на первую финансовую валюту китайскому юаню. И куда ты улетишь с этим правом? Ты улетишь не на второе место по жизни своего населения, которое зажралось вот так на этом печатании долларов, ты улетишь на четвертое место. А что тебе тогда сделает население? Это же не русское население. Объясняю для примера. Как бы, ну там, не помню, еще ездил в Испанию как бы отдыхать с женой. Давно это было? Киев что тут вообще сейчас. Значит, и как бы, ну, все нормально, там, это, городки испанские, провинциальные, все то. Потом, значит, самолет, и ты летишь, и при остановке на родине, естественно, не подают трапа. И не подают его 35 минут. Или 40, не подают. Ну, в таком объеме. Что делает при этом случае американец? Если это случается, или нет? Там полный вой, крик, как бы негодование, кошмар, что будем делать? Моя дорогая, наверное, тут умру, но я тебе пишу свое, мое СМС. Там, неважно, да? Что делает? А, мать-перемать, что такое? Вот, приехали на родину. Мужики, у кого водка есть? Говорит, у меня. И у меня есть, и у меня есть. Взяли водку. А закуска, блин, а закуска у меня? Все взяли водку, закуска. И когда через 40 минут сказали, выходите, а нафиг, выходите. Все уже сложилось. Понимаете? В основном летят бундуки. Но это же наши бундуки. Они иначе устроены. Значит, теперь представьте себе, что на этом американском лайнере не подают трап. тире, снизили уровень жизни в 4 раза. Это же не русские, но снизили, снизили огород, тетя Маня там, то-се там, где-то там, кого-то подзаняли, и живем, да? Это просто крик, нет второго холодильника, всех убьем. Значит, там начинается гражданская война внутри этих США. А тогда они падают ни на четвертое место. А еще дальше. Они не могут это себе позволить. Ну, не могут, и все. И не важно, тут Трамп это называется, Хилл или Клинтон, или какой-нибудь, это сказать, афроамериканец, американо-африканец, или кто-то еще. Это не имеет никакого значения. Тем более, что их всех ведут под первые руки международная элита. Не могут они это позволить. Они это не могут позволить себе из гордости, они не могут позволить себе меркантильно, они не могут позволить себе метафизически, и они не могут себе позволить политически, потому что они же потратили триллионы на то, чтобы убить эту гадину. И рапортовали всему миру, что убили, и отликовали, что убили, а она опять тут на ней стоит, и на них смотрит, и рычит, и говорит, козлы. Все. Трамп не хочет строить американский мировой порядок с халифатом, который называется новый мировой беспорядок. На внешней оболочке халифат, хаос, клубятся варвары, а внутри идеальный западный порядок, который отражает этих варваров, или, как говорил Мао Цзэдун, мировой город, мировая деревня. Такой порядок глобалистский хотел построить Обама и многие другие. Трамп его не хочет, как по причине своей огромной связанности с консервативным Израилем, так и по причине своего нутра. Ему это не нравится. Псетялах Акбара ему не нравится, все остальное. Он такой вот белая протестантская Америка с гонором, да? Из старого мира такой выполз этот динозавр, да? Он этого не хочет, но это же не значит, что он не хочет господствовать. Он хочет господствовать. А теперь степень его зависимости и независимости, да? Все очень просто. Он сказал, он не может уже ничего сказать про русских хорошие, потому что агент, агент, Флинн какие-то деньги брал за какие-то доклады от русских, но они все берут деньги за доклады. Это способ существования после того, как ты находишься в отставке, рытает. Все берут деньги за любые доклады. В Израиле, в Британии. Откуда знать, каким чемпионам его после этого объявят? Понимаете, да? Это способ существования сегодняшней элиты. Эти генералы наплатили безумное количество по всему миру, Израиль, США, там, и все прочее, да? И которые вполне как бы по ультра-нашему живут, то есть по принципу, как надену портупею и тупею и тупею, да? Значит, они все ходят, молодые, с огромными пенсиями, да? Живчики. Они куда идут? В бизнес? Они такие доклады или другие, с этой страной или с другой, они все так крутятся. А с Россией нельзя. Откуда он знал, что нельзя? А с кем можно? А завтра объявят английским шпионом или французским. У кого-то же надо брать бабки. А как жить за Западе на пенсию в 10 тысяч долларов в месяц? Ну, как на нее проживешь? Это почти нищета. Значит, надо брать, грести, но он и греб, как все остальные. Кому повезло в крупных корпорациях, кому нет с докладами и прочим. Они все такие. Значит, его вытащили за ушко и на солнышке и показали. Русский шпион, русский шпион, русский шпион. И ты русский шпион. И мы сейчас начнем делать про себя, что я не русский шпион, я круче Обама, я с русскими разберусь. Но я не хочу халифата. А поскольку я не хочу халифата, то я говорю впервые, изрекаю вещь, которая для нас имеет принципиальное значение. Беру и говорю. А собственно, что там Асад? Асадом больше, Асадом меньше. Это прямой повтор израильской консервативной фразы, что при Асаде на голландских высотах мухи летали, и было тихо. А папа не для того повесился, чтобы вы на нем качались, а чтобы тихо было. Так вот, значит, было тихо. И это есть идеал. И называется это Асад, не Асад, нам 10 раз, так сказать, дофение, да? Тем более, что это уже сын и все что угодно. Да, супер, ультра шиит, в общем, это не то, что может пугать. Значит, Трамп говорит, ну хрен с ним, пусть судьбу Асада решает народ Сирии. О, мы же только этого и добивали все эти годы, мы же что говорили? Пусть судьбу Асада решает народ Сирии. Что говорил на это Обама? Он говорил, Асад, сначала Асада расстрелять, потом будем обсуждать, что будет дальше в Сирии. Мы говорим, нет, зачем нам такой тюнинг в зоопарке, нам не надо. Мы хотим с Асадом, все у нас с ним договорено, поделено и все прочее, мы с ним хотим. А уж там потом мы кого мы его заменим, но сначала пусть будет Асад тоже избираться, как все. Нет, не будет избираться. На этом был клинч с Обамой. Теперь этот Трамп берет и убирает этот клинч, убирает его. И говорит, ладно, не проходит и двух дней, как это русские вместе с сирийцами в полиции и доли, а химическим оружием атакуют мирное население. Вот этот Асад наконец получил, шанс на спасение. Слушайте меня, да? Ему сказали, ладно, пусть сирийский народ с тобой разбирается, а он знает, что он сам разберется с сирийским народом. Гораздо выше, чем сирийский народ с ним, да? Понятно. И там деваться-то некуда. Почему воюет сирийская армия? Потому что ее ядро составляют алавиты, которые понимают, что если победят те, то просто они совсем с жен, с детей, с них с дерутся, кожу, так сказать, будут долго мучить, они просто убьют. Поэтому они воюют. Поэтому у нас есть опора на месте, да? Алавитская. Алавиты пусть и решают, будет это Асад или другой, Асад 2.0, да? Это их проблема. Придется как-то договариваться с курдами, кем-то еще, чтобы как-то чуть-чуть это государство децентрализовать, мягко говоря. Но это в конечном итоге проблема действительно проживающих там племен или народов, как их назвать, не знаю. Но главная задача, вы нам Асада оставьте и давайте начнем выборы. И пусть он покажет, что может. Сейчас все это расчистим. Уже дочищаем. Идлиб. Химическое оружие. Вы документальные пленки видели по применению химического оружия. В войне, например, Иран-Ирак. Оперативные, блистательные были засняты иранцами сюжеты. Кто поставлял химическое оружие Хусейме? Ну, как-то Америка и Израиль. Потому что хотели, чтобы была война с Ираном. Он его применял, применял. Может быть, у меня на кафедре военной, а я, так сказать, как бы выпускался с нее по военной учетной специальности 001, кто помнит. Лейтенант стрелковый хвост. Может, у меня почему-нибудь особое внимание этого уделяли. Но все эти Зарин, Заман, Табун, и Плит, Луазит и так далее, они в памяти у поколения. Так же, как в памяти то, что там не до искусственного дыхания, там не грудную клетку надо доживать, там шприц вот такой нужен сразу сюда. Если успеешь вкачать, может быть, будешь жив. Если нет, то нет. Показывают девочку, девочку показывают, которые вот так делают пять раз по грудной клетке, она встает, улыбается и говорит, как мне хорошо. Это атака, атака Заринам. Это Заринам атака. Эта девочка должна выплевывать куски легких. И это все понимают. Ты смотришь на этих, так сказать, американских тварей, и, кстати, это видели? Нет. А что же вы говорите-то? То есть, как только этот Трамп вякнул про то, что ему барабир будет ассад или нет, как и его другу Натаньяги, что нас устраивает, понимаете, нас это единственное, что в нем устраивает. Его взяли за белые ручинки, ему сказали, видишь, истребляет мирное население. Эта власть чем отвратительна внутренняя? Что она в существеннейшей части прозападная. То есть, она всегда внутренне имеет установку на то, чтобы этот Запад лизать. Но когда Запад ее обижает, она говорит, а что вы меня в натуре так обижаете? Я, между прочим, женщина гордная и все прочее. И так далее. Понятно, да? Когда произошел теракт, который мы сейчас обсудим, сказали, боже мой, нас пожалели, нам выразили сочувствие, ничему более мерзительного и жалкого я не видел в своей жизни, чем вот это. Да, понимаете? Прошли сутки, и эти твари нанесли удар в Сирии. Просто для того, чтобы закрыть тему. Сутки. Это такой уровень ненависти. Сам этот трамп будет где-то вертеться, ведут ли его под белый ручень. Какое это имеет значение? Вы нужны мертвыми. Теперь дальнейшее. Значит, как бы постоянно о чем всегда речь шла? Ну вот, мы собираем съезд. Сидящие здесь члены Сути Времени и те, а все, кто на клубе рады видеть в гостях и так далее и тому подобное, я вам снова говорю, прошло 6 лет, да, вы действуйте как взрослые люди, чтобы все было на высшем уровне, да. Мы свою долю работы сделали, да. Покажите, что вы дееспособная организация, потому что, к сожалению, и к ужасу моему, вы единственная дееспособная организация, молодец, как бы вот находящаяся в этом ключе. Нету другой. Теперь подумайте, что они все время делали, да. Например, там это, Поклонная гора, да, вы здесь, я вышел, в отличие от моих знакомых, с которыми мы договаривались, что они исполняют то же самое, и в условиях, когда Гезюганов обещал прийти и не пришел, и сказал, здесь собрались люди с разными убеждениями, я противник политики Путина, но перед лицом оранжевой угрозы призываю. Я же это сказал, если кто-то думает, что эта фраза была легко воспринята, отнюдь нет. Что сделали, как коммунисты, как Гезюганов, который сказал, что он придет, и которому обещали первое выступление, он бы получил процентов 10 лишних, если бы он это сделал тогда. Как Гезюганов, так и не все. Они нас прокляли, назвали все грязные слова, которые могли быть названы, были названы в наш адрес, но что сделала власть? Она немедленно объявила, что всем надо идти на стадион Лужники, и чтобы там был Путин, и чтобы не альянс оппозиционных сил с Путиным, а просто в собственном соку, то есть чтобы эта штука залезла сюда. При отказе это сделать прозвучали определенные угрозы, и не сразу сообразили, что полные идиоты, если начнут их выполнять. А на митинге ВДНХ было сделано все, чтобы убить возможность вашего митинга. Все. Почему? Потому что садитесь сюда и исчезайте, растворитесь в этом. Следующий пункт, и следующий цель был колонный зал. Да? Ну, они так завыли после этого закона этого Дима Яковлева на как бы начальство, что начальство, так сказать, пришло в гости. Да? И все прочее. Но сразу, как оно пришло в гости, не прошло 10 дней, как они начали устраивать шествие, если вы помните, марш сторонников закона Димы Яковлева, на котором уже не было никого, кроме отдельных депутатов, и на который надо было прийти. Зачем? Чтобы вот здесь быть, опять-таки. Только за этим. Ну, посмотрите, Объединенный народный фронт, такая замечательная организация. В охватите, что в чем проблема? Ах, нет! И в этом состоит постоянная коллизия. Да, Путин действительно в последний момент отбил вот завершение ювелизации России. Да? Вот оно должно было завершиться вот этим законом о шлепках. Все. Да? Он это отбил. Лично. Это правда. Но кто-то все эти годы эту ювелизацию осуществлял? Она что, сама с дождем сюда проникала? Или это западные фонды делали? Это делала местная бюрократия высшего уровня? Эти строки надо выкинуть из песни? Как их выкинуть? И это касается всего на свете? Теперь медведи. Не знаю, кто из вас смотрел фильм Димон, а я смотрел. Это вопиющий бред. То есть как бы в стране 10-12 тысяч людей знает, и если просто взять основные газетные статьи, в которых перечислены, кто у каких властных деятелей там существует, видит таких бизнес-друзей, и все эти друзья перечислены, там можно настрогать все что угодно. Они берут какие-то кроссовки, крутят вокруг этих кроссовков какой-то балаган, выгоняют это все на какие-то, так сказать, какие-то высшая русская бюрократия не падает до покупок нерентабельных виноградников в Тоскане, она иначе себя ведет. Не в смысле благороднее, а гораздо эффективнее. И это все знают. И это не могло быть иначе, потому что капитализм первоначального накопления, Капернак, это полное сращивание бизнеса, преступности и олигархии. Это ничего другого быть не может. взяли, выдумали какой-то бредовый этот, как его, кроссовки. А кроссовки кто-то поставил, а через кроссовки вышли балаган. На этот балаган начали накручивать какой-то всеобщий интерес нации и выгнали людей, да, на это дело. Но совершенно ясно было, что требование по отношению к этому по минимуму простое. Дайте это обсудить. Вступите в дискуссию. Есть обвинители, да, ну вот пусть эти обвинители расскажут, как эти кроссовки попали в руки, что там с ними произошло. Вот ваша ахинея должна быть разобрана. На это был запрет. Все вменяемые люди, обладающие весом, этого требовали не я один. Гораздо более близкие к власти и обладающие прямыми возможностями, в том числе на телевидении люди, требовали этого обсуждения. Ну так, как они умеют требовать, естественно, да. До чего же плохо все у нас пока и куда же смотрит наш родной ЦК, да. Да что вы говорите, так искренно при том пишите нам пишите. Но там не пишите, там уже крики шли, ну дайте. Нет. Стеклянные глаза политтехнологов, которые говорят, это будет раскрутка продуктом его. Но тебе же уже показали, что такое раскрутка без тебя. Что ты несешь? Ты позволяешь всем расхваливать продукт, а тем, кто хочет его обсудить с другой позиции, ты затыкаешь рот. Что ты делаешь? И тут впервые встал вопрос, глупость или измена? как это можно? Что все такие идиоты, что не понимают, что этот заговор молчания нарабатывает только на Навального? И все такие идиоты, что не понимают, что если этот митинг разрешить, то ничего не будет. Вот ничего. Вот они выйдут, поорут и разойдутся вокруг бессмысленности и покидают эти, копируя американские фильмы, хвост версии собакой, кроссовки для какие-то столбы. На этом все кончится. Но если ты уже сказал, что ты власть и ты это запрещаешь, ну так ты работай как власть. Но делается единственное, что поднимает этому акции. Это как бы запрещено и одновременно разрешено. Это безопасная запретность. Самое лакомое для кряклов блюдо, да? Его кто делает? Какой повар? Это все ЦРУ делает, да? То есть может это делает и ЦРУ, но через кого? Если бы все кончилось на фильме, то я бы сказал, что весьма высока вероятность, что фильм был заказан медведем. По понятной причине, что после этого фильма его нельзя снимать. А там что-то шевелилось. Но митинг уже никак не так сказать на пользу ни Медведеву, ни его руководителю, да? Значит, так сказать нельзя. Тогда кто? В 2011-12 было ясно. Это действует ближайшее окружение Медведева и все остальные. Это они там спонсируют дождь, это они все делают. мы все это понимали. Не знаю, все ли, но я-то абсолютно понимал. Но здесь же картина сложнее. А что же это за картина? Сдашь, сдашь под давлением, начнешь защищать, тони вместе с ним. Вот волокинай себе его непопулярность. Это кто, какой умник придумал эту картину, а главное, откуда взялись ресурсы для ее осуществления. У Навального нет общероссийской структуры вообще. Ее нет. Я смотрю водивостокские кадры, но это тигр. Стоят в кожаных вещах с цепями бандюки и говорят мы хотим либерализма это кто их вывел? Навальный у него зубы будут лязгать, когда он с ними навстречу выйдет. Поэтому я пока что не давая никаких этому окончательных аналитических вердиктов говорю, что для меня как для человека но с каким-то опытом я не имею права ссылаться на свой инстинкт политический или на какие-то ощущения запахов, но в воздухе пахнет мятежом. теперь вот эти шествия это кто выдумал? Это какой мудрец Сократ современности выдумал эти митинги? Это нужно для того, чтобы окончательно подтверждать их подлые гипотезы? Это зачем? И это какой имеет смысл? Вот с этого рая, которая сейчас там клубится где-то на манежной что ли там она поет и все прочее. С него какой приварок? Ну хоть какой-нибудь. Все минусы понятны, да? Это как они выходили это самое там что-то на антимайдан с шариками и какими-то куколками и с соответствующими так сказать персонажами так сказать кукольного театра, да? И после этого так сказать им кинули на эту штуку труп Немцова, да? Но здесь хуже. Здесь хуже они лезут в ловушку. Зачем? Они не взрывали. Никакого отношения к этому Путин не имеет, потому что это не выгодно, это не его стиль, это не тот почерк. Но кто-то-то это сделал. Это метро. Там каждую рожу видно, да? Там балакваву не оденешь. Значит, элементарный фейс-контроль это все устанавливает, да? Поэтому если кто-то живой его находят, если он не успел уйти в ближайшее место, где ближе всего границ? В Финляндию? В Финляндию. В Прибалтику? В Прибалтику. Куда быстрее надо линять, да? Теперь они сказали, что это сумка. Сказали, что это сумка, ну, значит, он куда-то линяет, да? У него три часа, пока его не схватят. Он должен успеть уйти за границу. А он смертник, оказывается. Это какой-то киргиз. Но этот самый киргиз делал бомбы несколько. А потом взорвался. С помощью рюкзака. Чуть-чуть объясняю. Когда арабы или кто-нибудь еще это делают, они используют пояс смертника, пояс шахида. пояс шахида закручивается так, что его снять нельзя. Понимаете? И там вот так вот взрывчатка, да? Понятно. Он его не может снять. Это первое. Второе. В 80 случаях из ста его взрывает напарник. В 20 случаях он сам, да? Но когда это пояс шахида и он насмерть закреплен, то человек, который идет на эту смерть, повторяет какие-нибудь заклинания, которые ему даны при нейролингвистическом программировании. Там неважно, там Аллах, Акбар, или что-нибудь. Видно стекленевшие глаза, видно шевелящиеся губы, и видно застывшую пластику. Понимаете? Он не может в этот момент расставлять бомбы сам. Понимаете? Это противоречит природе смертника. Либо он смертник, все равно любой человек, который должен быть до этого доведен. Либо это безумие боя, да? Либо это безумие, которое тебе раньше навели. Либо это религиозное безумие. Но это все равно безумие, наркотик, что-нибудь. С этого момента он может решить только простейшее действие. Дойти до какого-нибудь пункта, сесть в него и взорваться. Все. Он больше ничего не делает. Но опять, я понимаю, что бывают любые исключения, любые гении, и бог знает, откуда-то в Киргизии нашелся гений, да? Но обычно так не бывает. Для чего создана эта схема? Потому что если это ИГИЛ, то мы сейчас будем дружить. Нас все пожалеют. Нам все все скажут. Мы хотим мира. Мы ничего плохого не хотим. И вообще хотим дружить против международного терроризма. Что такое международный терроризм? 12 лет я мучился в Израиле, Индии, Китае, где угодно, где была эта мантра международный терроризм. Я выступал подряд на пленарных заседаниях в Герцелии Международного контртеррористического форума, где были специалисты из всех стран. И меня единственно раз за разом звали на пленарные выступления. А спонсор этого форума говорил, если вас не будет, я не понимаю, зачем его спонсировать. Я каждый раз объяснял вам простую вещь, что это может быть только средством. Международный терроризм не есть цель. Нет международного терроризма, как субъекта. Есть международный терроризм как средство. И он решает какие-нибудь задачи. Либо это отделение Томилнаду от Индии с помощью тигров Томил Иван. Либо это еще кеймбасские какие-нибудь движения. Либо это ирландские движения. Либо, если это исламистский международный терроризм, то это создание мирового халифата. Откажитесь от создания мирового халифата. И не будет этого международного терроризма. Его не будет. Но халифат нужен. Он есть часть нового мирового беспорядка. Без него не вытанцовывается. Его надо кидать то на Китай вместе с уйгурами, то на нас, то еще куда-нибудь. А главное, нужно создать этот хаос периферию. Опустить уровень жизни. Что вы будете делать без этого? Что будет с миром, когда каждый китаец на законных основаниях потребует, чтобы у него были две машины и коттедж, и энергия к ним, как у американца? И еще индийцы к этому добавятся. Когда они выйдут на этот уровень с помощью философии модерна и практики модерна, что будете делать с миром? Значит, этого нельзя допустить, а они рвутся. Они рвутся не к победе над Америкой, они рвутся к просперити, процветанию. И как их остановить? Только натравив на них тех, кому это процветание не нужно. И кто их будет рвать, как волки? А это что такое? Это радикальный исламизм. Он так создан, если международная конференция говорит о том, что мы отказываемся, называем преступниками, тех, кто хочет рассваивать так человечество, тех, кто работает на этот хаос. Мы осуждаем все, что произошло в Ливии, Тунисе, Египте, Сирии, Ираке и так далее. Мы восстанавливаем в своих правах национальные исламские государства. Мы протягиваем руку нашим братьям по этим государствам и провозглашаем процесс прогресс и гуманизм, как главная целью человечества, то хотя бы восстановится принцип модерна буржуазного. Хотя бы он, и в нем будет можно жить. Но тогда все заклинит. читайте римский клуб и все остальное, да? Но если это все не сказать, то о чем идет речь? Я смотрю, как на сумасшедших, я говорю, что стало целью? Говорят, демократия. Я говорю, демократия – это цель? Не прогресс, не гуманизм, не развитие человечества, а демократия – цель? Да. И в Ливии – да. Но будет определенное количество племен, которые будут резать друг друга. И хорошо. Война-то идет с национальным государством. Что такое война с Ассадом? Это война с национальным модернизационным государством. Ну, только в условиях этой войны как может не быть международного терроризма. Он им нужен для разрушения национальных государств, для утверждения хаоса периферии и для атаки на конкурентов. Как они от него откажутся? Нет, давайте все, это же такие чужие, это такой ужас. Посмотрите на их лица. Это такие лица стоят, растерянные, так сказать, невежественные, так сказать, пришедшие сюда в отчаяние, так сказать, парни из какой-то Средней Азии, которых сюда пустили, которых здесь доят как хотят, у них губы трясутся. Если бы на вас так навели автоматы, какие бы у вас были лица, они еще как-то держатся, да? Это ломбразо. А если элит, то наше посмотреть, то нет ломбразо, да? Одни Аполлоны пельведерские, что ли? Наши спецслужбы же все знают. Извините, это то, на чем горело и будет гореть монотеизм, монотеистические формулы, да? Если Господь всемогущий, все благ, откуда зло? Это он попустительствует, начинается, да? Но на этом гностика и формируется. Если наши спецслужбы всесильные, все благи, то откуда теракт? значит, в доле есть власть. Внутри этой власти есть сегмент номер один. и этот сегмент находится в доле и с США, и с Западом в целом, и с Украиной, и другими конкурентами России. Потому что цель этого сегмента любой ценой убрать препятствия на пути дружбы между российской элитой, да? и с Западом. А препятствием на этом пути является лично президент Путин. И это все понимают. Значит, эта же штука, она и существует в разных вариантах. Для кого-то это символ веры, западничество, да? Я люблю этот Запад, потому что он всегда прав, потому что он благороден, потому что он такой-то такой. А для кого-то это ну, нутро, принцип, ну, как, естества. Может, я это и не люблю, да? И даже меня эти пиндосы раздражают. Но я хочу там отдыхать, я хочу там бухать, я хочу там развлекаться с телками, я хочу там иметь собственность, хочу туда детей засунуть. Теперь на тебе препятствия. Верили, что это препятствие преодолимо? Обсуждаю после Крыма разговор с одним вполне себе влиятельным человеком. Да? Говорю, надо готовиться к холодной войне, понимаете? Нужна идеология холодной войны, структуры холодной войны, пора. Тогда не будет горячей. Несмотря на холодной войну не будет. Как не будет? Это Крым. Крым, понимаете? Они теряют контроль на Черном море, у них все геополитические схемы летят. Это Крым. Нет, не будет. Вон, соседей там, Абхазии не было и здесь не будет. Ну, как не будет, уже началось. Суть времени верит вам, а мы верим своему президенту. Холодной войны не будет. Прошло три года больше. Нет, три. Так есть холодная война или нет? Но вы заметите, что каждый раз, когда появляется, когда министр иностранных дел, какой-нибудь державой, так сказать, западной, Гулькин Корень, присылает соболезнования обязательные в этом случае, наконец у нас опять дружба. Дружба, дружба, холодной войны не будет, дружба, дружба. И бабаха говорят, преступники, убийцы, детей с химическим оружием в Сирии. Это что все такое? Это синдром вот этого сегмента. Западозависимость ничем не отличается от наркозависимости, зависимости перед алкоголем, курением, или я не знаю, перед какими-нибудь шашлыками. Есть зависимость перед определенных видов питания. Жрешь, толстеешь, не надо, ешь. Есть курение, вроде с легкими плохо, а ты куришь, есть алкоголь, говорят, не пей, Вася, а Вася хочется. А есть наркотик, а есть западозависимость. Есть огромный развивающийся сегмент вот этот западозависимый, который же он там плывет сюда, 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 сюда. И он начинает осознавать именно сейчас, что все, Путин это препятствие на его пути. Все, он не нужен. тогда понятно, что с точки зрения того, чтобы власть была стабильна, чтобы лидер был стабилен, нужно обсуждать фильм Димон. А с точки зрения того, чтобы он был нестабилен, его не надо обсуждать. Что с точки зрения стабильности надо либо этот митинг разрешить, либо мочить на корню. А с точки зрения нестабильности надо его запретить и пустить одновременно. Что с точки зрения стабильности надо после этого взрыва молчать три недели и как бы обсуждать, что он на деле нестабильности. Надо выгнать туда людей, чтобы потом говорить во-во-во, что они делают. Видите, что они делают? Но самое главное не это. Потому что все это можно терпеть, если ситуация развивается более и менее нормально. Много ли людей в этом зале знают, что такое 45-я бригада войск Соединенных Штатов? Во-первых, это и войска, и национальные гвардии одновременно, это парписка Аклахомы, и во-вторых, это именно то соединение, в которое в наибольшей степени как бы русскоязычных загоняли давно уже, с 2012 года. Мы следим за этой 45-й бригадой. То, что куски этой 45-й бригады готовят украинцев, знают все. Есть и Еварийский полигон, и это делается практически открыто. Батальонами они навещали Украину давно. А вот идет ли речь о том, чтобы в ближайшие недели к нам появилось гостей больше, чем батальоны, это вопрос открытый. Я не берусь это утверждать, но не могу это опровергнуть. Потому что говорил, повторяю, и буду говорить бесконечно, что Трампа, надеюсь, и сам не повышаю и с точки зрения силовых действий в таких регионах, как Украина, Трамп хуже Обамы. Гораздо. Потому что это мачо. Как кто крутой? Я крутой, ты крутой, ты крутой, я тоже крутой. Это тупое измерение определенных органов. Значит, если я прав, то мы находимся в месяце или полугодие от перевода этого конфликта в совершенно новую плоскость, понимаете? Значит, единственный способ, значит, есть три типа развития ситуации. Есть горячая война, и если там окажется бригада и еще в соседних местах, то это прямой путь горячей войне. Есть капитуляция и есть холодная война. Что из этих вещей самое лучшее? Понятно? Нет уже идиотов. Нужна холодная война. но элита западозависимости она не хочет холодной войны, потому что холодная война это оформление незападности. Понимаете? Как ты здесь не оформи эту незападность, да, там, я не знаю, хоть там через православие, хоть через коммунизм, хоть через синтез, хоть через что. Все равно ты оформляешь альтернативное существование, альтернативное мироустройство. Вы не мы, теперь мы начинаем строить отношения. мы набираем дистанцию с вами. Дистанция. Мы с вами не сливаемся, да, и на этой набранной дистанции мы ведем корректный разговор. Внутри этого корректного разговора можно добиться стабильного существования мира в ближайшие 10 лет. Но ей же не нужно это, этой элите. Значит, она воет, воет, воет про то, что вот у нас уже опять сам соболезнование выразили, а вот еще одна вещь. А вот вчера встречался с бизнесменом, он говорит, я полоббирую, все будет хорошо. Дайте мне еще там 10-20 миллионов долларов, я еще полоббирую. Понятно, да? Идет идиотская игра. Нет, нет, мы сейчас договоримся. Нет, нет. А на фоне этой игры, да, рано или поздно будет поставлен выбор между горячей войной и капитуляцией. И даже если будет сделан этот выход, это что? Это приемлемо, что ли? во-первых, это вообще неприемлемо. Это путь к уничтожению мира. Реально. А во-вторых, даже для того, чтобы вести большую войну собственно Украине или где-то еще. Принцип простой. Утром западозависимость убирается, вечером война, вечером западозависимость убирается, утром война, но сначала убирается западозависимость, а потом начинается война, если она нужна. Я не понимаю, зачем она нужна. Нам повезло с тем, что вся украинская бандеровская элита по совместительству, что не обязательно бывает с фашистами, является ультраворовской. Ну, фашистская элита не была ультраворовской, там, шахта или кто-нибудь еще. Они там строили какой-то герой. А это ультраворы по совместительству бандеровцы, да? Это крайняя форма везения, потому что эти люди, будут уничтожать собственное население и собственную страну просто по инстинкту жрать вот это, воровскому инстинкту. Эта элита хуже, чем в России. Казалось бы, хуже некуда, но есть куда. Ну, так ты этим и пользуйся. Ты поставь еще 3-4 экономические рогатки, выгони все это, поддержи регион, где тебя любят. Эта штука рухнет. А когда она рухнет, разбирайся дальше, да? Нет, вместо этого нужно дождаться, пока пожалуют гости, и после этого начать рисунок. А как это назвать? И это нужно делать, имея, так сказать, за спиной всю эту западозависимую элиту? митинги, но это путь к проигрышу, в ситуации, в которой вообще нельзя выиграть. И тогда возникает сразу много вопросов. Если это все так, тогда митинги это сопровождение, дестабилизирующее начало внешнего конфликта, да? Всегда нужно подорвать стабильность внутри, начиная конфликт вовне, да? Таракт, это усугубление этого подрыва, идиотские действия, это двойное усугубление, да? Сирия и все прочее, это демонизация, все, хуже не бывает, да? Ну и, наконец, сами действия, и картинка замыкается. Белковский стебался, да? Что все начнется в марте, потому что в марте по аэроастрийскому календарю меняются какие-то там вехи, и поэтому в марте начнут тут власть ликвидировать. Ну, стебаться-то можно, а я спрашиваю, откуда информация? Когда-то, когда этот Белковский орал про то, что должен прийти какой-нибудь английский монарх к нам, он путался, то Майкл Кенский, то Гарри, помните, вот, кстати, с королевой действительно все не вполне благополучно, так что там много всего, вот, и вообще обратите внимание, кто на изменение инфраструктуры англиканских церквей, да? Там появилось очень много русских икон и портретов Николая Второго, причем на массовом уровне. Не так трудно посмотреть, да? Даже не секретные объекты. значит, он орал, что все это нужно отделить Кавказ, принц Гарри, Мэри, Мэри. Он так надоел, что я сказал, что вот есть некий Икс, а есть Белковский. Если этот Икс не уберет Белковского, то я буду называть Икс. Белковского везли в Венецию, он там пробыл несколько месяцев, просто это его любимый город, он там кайфовал как только мог. Значит, мы никогда не можем сказать, и я бы не стал не обсуждать, что это тут нету этих Иксов. В эпоху краха Советского Союза разговаривал я с Иксами, Иками и Зэдами, да? Приезжающий в какую-нибудь республику Советского Союза. Ну, у тебя официально, ну, что такое особые папки ЦК после того, как отменена 6-я статья Конституции? Ну, ничего, да? Но инерция же остается, да? Приезжает типа куратор, хотя на самом деле ты никто, да? Ну, они приходят и говорят, ну, скажите нашим кураторам, что не надо, чтобы мы, они нам все время говорят, чтобы мы требовали крови, чтобы мы требовали отделения Республики Советского Союза, они же нас потом расстреляют. Ну, убедите их, да? И это уже были, простите, не наши деятели культуры, это были все руководители будущие этих независимых государств. Вся Прибалтика ныла, выла, стонала, освободите нас от кураторов, которые нас заставляют все это говорить. За Кавказье все то же самое, да? Связи между семейством, Гамзахурди, во Валентин Павловичем Берри общеизвестные, да? Но дальше я их развивать не буду, потому что это отнюдь не исторический сюжет. И так повсюду, да? И как для нас, когда говорю, это что такое все? Говорю, нам нужны позиции, это наши позиции. Хорошо? Это благородно. Мы не дети, не романтики, понимаем, что такое, так сказать, ну, такая андеграундная жизнь общества. Все понятно. Но потом-то оказалось, что Марчук, председатель КГБ Украинской ССР, который говорил, что у Наунсо его позиция, выступил и сказал, что у Наунсо это его любимая организация, и он ее взращивал на протяжении десятилетий. И то же самое по всем республикам. Бакинский орган такой-то просит вас рассказать, какие же люди играли в футбол в Сунгаите как бы отрезанными головами. Ну, нашелся ты в ней, я тебе все буду рассказывать. Ты спроси у своих руководителей. Они вот в таких отношениях с этими людьми. Не сегодняшние, не Ильхам, а другие. И сам ищи. Информацию, которую человек сам не находит, ничего не стоит. Если такой смелый, ищи. Ищущий, да, обрящий. Но смысл-то, принцип, не в этом. Принцип заключается в том, что вот есть эта элита, и вот расползается эта западозависимость-то. Где она кончается? Где тут западозависимый, и где нет? Как оно там пронизано-то? Где? Куда? И тогда возникает вопрос, что если эта западозависимость доходит осознание того, что этот человек номер один, это препятствие, так она и будет организовывать все. То есть она будет трусить, ныть, фыркать, отпадать, страдать, а потом самая смелая часть начнет организовывать. Вот мы в переходной фазе. А это значит, что если в одиннадцатом-двенадцатом году система работала грубо, так, сяк, но она сработала, то мы можем оказаться в условии дисфункции системы или антифункции, или соединение антифункции с дисфункцией, или, что хуже всего, соединение антифункции, то есть работаем против, дисфункции, то есть паралича и сабронтажа, и каких-нибудь тупых действий на закуску. В прошлый раз я разбирал всю эту, ну, вот я сейчас объясню вам. Смысл здесь заключается в следующем. Вот когда вы существуете до дистанции D с грубо работающей системой, то это один вопрос. но когда вы существуете в антифункции, дисфункции, да, и тупости, то вполне может оказаться, что любые ваши, так сказать, вопросы, как бы эти, идут на то, чтобы был осуществлен полный слив. Потому что если система уже работает на слив, а это гипотеза, то мы вошли в перестроечную фазу. Я боюсь того, что вот я прочел какой-нибудь аналитический доклад, и огромное количество, ну, хороших, совсем людей вообще ничего не поняли. А после доклада там один из парней очень хороших сказал, слушайте, Сергей Иванович, меня вот интересует вопрос. Н.А., в Н.А.Д., он почему-то из Элезиума уходил через костяные ворота. А там есть двое ворот, костяные и другие. Почему он уходил именно через костяные? И когда я это рассказал своей ближайшей соратнице по моей работе здесь, она, у нее глаза потеплили, сказал, какие хорошие ребята. А нехорошие ребята, которые со мной были в одном из предыдущих переплетов там 93-94 годов, да, они говорили, что мой дедушка, который был помощником Андрея Андреевича Андреева, и который не мог ничего не говорить, садился, когда мне было 11-12 лет, на моей кровати, начинал мне что-то шептать в ухо. И все, что я знаю, я знаю из того, что он мне шептал. Значит, в таких ситуациях каждый раз неэлита оказывается овцами в руках элиты, потому что неэлит это просто не понимает. О чем идет речь? А речь идет о том, Навальный это как бы просто позиция или инструмент чего-нибудь нехорошего. Третий вариант мы откалидываем. Если это позиция, все в порядке. если это позиция, повторяю, все в порядке. Мы имеем дело с мутным андеграундом, когда на профессиональном языке и поговорим с профессионалом. Но если это инструмент для нехорошего, то это означает, что есть какая-то часть системы, которая созрела для нехорошего. А тут я объясняю, я вам объясняю. У меня жизнь одна. Никакое телевидение меня не увлекает вообще. А вот ребятам, которые хотят знать, через какие ворота выходит Эней, я готов отдать остаток жизни. И никогда не стремился его сделать слишком длинным. Сколько есть, столько есть. Пожалуйста. И если здесь будет твориться умеренное безобразие, которое творится сейчас, то я займусь ребятами, Энеем, идеологией, гуманитарными науками и всем остальным. У меня есть много непрочитанных книг. Есть безумно важные вопросы русской идентичности, которые надо разобрать. Там Троянская война начинается тем, что там герой ее, то есть вестник, бежит сообщать о ней. Он сидел на огромном кургане, в котором есть могила Азиэтиса, отца Антенора, который там потом уводил параллельный поток. Дальше этот Эзиэтис все время фигурирует в Трои и во всех Схолиях Трои он не фигурирует вообще. А Ломоносов связывал этого Эзиэтиса с русским этносом, со славянами. Так что за Эзиэтис? Почему во всех Схолиях его нет? Все разобрано, что связано с Гомером, а это не разобрано. Вот интересный вопрос жизни. Спектакли не поставлены, телевизионные программы новые надо делать с молодежью, фильмы снимать, национальную интеллигенцию строить нормальную. И если здесь все это заканчивается в условиях, что этот Навальный это позиция, а я выражаю свой респект по отношению к тем, чья это позиция, взяли позицию, ладно, и все это кончается умеренным вот этим вот всем клубящейся штукой, как сейчас, то я занимаюсь Эзиэтисом вместе с ними и воротами, через которые идет Иней, а также всеми программами и всем прочим. Но если это инструмент, то это инструмент нехорошего. И тогда я задаю следующий вопрос. Мне всегда говорили, что Стрелков это позиция, да, Гиркин, это позиция, да, и он будет ругать Суркова, потому что это по правилам и не будет ругать Путина. Он уже вокруг этого Путина бьется в истериках. А что те, чья это позиция, они что потеряли контроль? Я внятно говорю. Если у Стрелкова есть кураторы, и эти кураторы говорили, что этот Стрелков будет ругать Суркова, что по правилам, но не будет ругать президента, и они за это отвечают, то они нарушили обещание. Он ругает президента. Понятно? Так он что, позиция или инструмент? Донбасс стоит незыблемо. Все, что может осуществить на Донбассе какие-нибудь негативные изменения, это внутренний мятеж под благородными лозунгами, да? Как и тут. Под любыми благородными лозунгами ослабить тут политическую стабильность, там ослабить, одновременно нажать, глядишь, и что-нибудь получится. А что получится? Либо крах страны, либо мировая война, авантюристам неважно. Ко мне приезжали люди, которые говорили, мы бы хотели с вами обсуждать русско-европейские отношения после катастрофы. Я говорю, а зачем? Давайте мы будем обсуждать, как избежать катастрофы. Они сказали, нет, милый, умные люди уже отошли, никто не хочет избегать катастрофы. Нет, что ты? Сидят идиоты, политики вот эти все, которые тут сидят, это они ведут катастрофе. Дальше я пошутил, что газету не знаю еще как назвать, это было перед выпуском газеты. Я говорю, люблю небольшие изменения в классических названиях. Может, я ее назову искры? Искра, искра. Во-во, их и собирай, и больше ничего не делай. Поскольку искра это классический гностический термин, то вопрос сейчас простой. это все инструменты катастрофы или это позиции? Да десять раз вы меняете свои позиции, десять раз вы меняете своих капитанов на этом корабле. Пусть на этом корабле все примерно едет, и кто в этой рубке, разбирайтесь сами. Но если вот так идет торпеда, то задача эту торпеду ликвидировать, даже если корабль идет на скалу. Потому что потом, может быть, можно вырулить, а это будет сделано мгновенно. И корабль не принадлежит ни этой элите, ни хозяевам позиций, никому. Он принадлежит народу. И тонуть будет народ. Спасательные шлюпки будут у каждого представителя элиты, как им кажется. Их потом будет отлавливать с интерполом. А корабль принадлежит народу. и никто здесь ему никакое прозябание в случае, если долбанут корабль, обеспечивать не будут. Его будут отводить под корень. я попытался описать основные элементы ситуации внутренней и внешней. Каковыми являются сирийский элемент, украинский элемент, элемент под названием фильм Димоны митинги, элемент под названием взрывы, а также присложить вам тот концептуальный свой инструментарий, с помощью которого я это все как-то вместе пытаюсь осмысливать. Возможно, что моя модель не вполне адекватна реальность, я был бы счастлив, тогда я займусь костяными воротами. А вот если нет-то что делать в этих условиях, пусть подумает каждый. Субтитры создавал DimaTorzok